Всем привет! Меня зовут Татьяна Андреева. До начала учебного года осталось меньше недели. В этом мастер-классе сделаем пенал в форме карандаша. Подобные пеналы я видела в продаже в канцелярских магазинах. Мне захотелось сделать его самой. Итак, в качестве основы я использую две втулки от туалетной бумаги. Одну из них размечаем таким вот образом. Теперь нужно сделать складки на втулке так, как показано в видео. Этим способом мы четко разделяем поверхность цилиндрической детали на 8 секций. Далее разрезаем втулку вдоль по линиям сгиба до отмеченной линии. Отрезаем лишнюю длину. Теперь каждой секции придаем острую форму. Получилась такая заготовка в виде короны. С помощью скотча склеиваем зубчики в конус. Получилась деталь, напоминающая заточенную сторону карандаша. Белой бумагой обклеиваем эту заготовку. Далее вырезаем из белой бумаги круг диаметром 8,5 см. Отрезаем четвертую часть круга и клеим его сюда. Далее вырезаем круг диаметром 8,5 см. Вот что получилось. Это основа верхней части карандаша. Красками раскрашиваем эту часть светло-коричневым цветом. Пусть высохнет. Тем временем ко второй втулке приклеиваем дно из картона. Обклеиваем белой бумагой внешнюю поверхность втулки. Теперь приклеиваем молнию. Вот так. Далее обклеиваем поверхность полученной заготовки желтым фетром или кухонной вискозной салфеткой. Маленьким отрезком закрываем место стыком молнии. Розовым фетром или салфеткой обклеиваем нижнюю часть карандаша. Это имитация ластика. На границе ластика и карандаша клеим полоску голубого или зеленого фетра или салфетки. Черным маркером, красками или фломастером рисуем грифель. Оранжевой ручкой размечаем грани карандаша. Пенал формы карандаша готов. Можно пользоваться. Напишите мне в комментариях, о какой необычной форме пеналы видели вы. Всем пока!